Здравствуйте ! Приветствую вас на моем канале ! И сегодня мы поговорим о болезни Альцгеймера ! Напомню , что болезнь Альцгеймера это развивающееся старческое слабоумие ! Врачи утверждают что это заболевание невозможно вылечить и даже остановить нельзя ! А можно только замедлить его развитие ! Но так ли это ? Досмотрев ролик до конца вы узнаете как такой препарат как метиленовый синий может остановить это заболевание и даже способствовать улучшению состояния больного ! Многие из вас знают что болезнь Альцгеймера еще называют старческое слабоумие ! Но сейчас это заболевание развивается не только у пожилых людей а и у достаточно молодого населения ! Это заболевание очень страшное так как человек не только забывает какие-то факты из прошлой или обыденной жизни а также нарушения в головном мозге таковы что человек так же начинает забывать элементарные вещи как ходить в туалет как есть как жевать и так далее ! Болезнь Альцгеймера это такое состояние когда нарушается работа головного мозга и он перестает корректно выполнять свои функции на фоне этого развиваются проблемы с памятью мышлением и поведением ! Заболевание вызывает медленное повреждение нейронов клеток нервной системы и как следствие постепенное их отмирание ! Кроме того люди которым был поставлен диагноз болезни Альцгеймера сами очень мучаются но также и мучаются их близкие так как ухаживать за такими больными очень сложно ! Как утверждают ученые после того как был поставлен этот страшный диагноз продолжительность жизни составляет около восьми лет ! То есть эта болезнь сокращает жизнь человеку ! Вообще ухудшение памяти может начинаться по разным причинам но то что касается болезни Альцгеймера причина развития этой болезни кроется в образовании в головном мозге так называемых амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков . А нейрофибриллярные клубки образуются из так называемого тау-белка частицы которого слипаются между собой ! Кстати сказать тау-белок играет не последнюю роль в развитии атипичного синдрома болезни Паркинсона ! Есть даже группа заболеваний развивающихся на фоне слипания тау-белка и называется это заболевание тау-патия ! Но сейчас не об этом ! А вот теперь самое интересное ! Я надеюсь что вы поняли что огромную роль в развитии болезни Альцгеймера развивающего вся слабоумие играет отложение в клетках мозга нейронах как амилоидных бляшек состоящих из бета-амилоида а также клубков состоящих из тау-белка ! Так вот есть исследования говорящие о том что такой препарат как метиленовый синий способен препятствовать агрегации то есть склеиванию тау-белка а также образованию амилоидных бляшек ! Метиленовый синий легко преодолевает не только гематоэнцефалический барьер а также легко попадать внутрь клетки того же нейрона ! И есть научные работы на эту тему ! Итак первая статья ! Я хочу напомнить что статьи у все вот на английском языке поэтому читать их будет удобнее через google chrome так будет автоматический перевод ! Итак ! Метиленовый синий и болезнь Альцгеймера ! Здесь вот авторы работы университет объединенных арабских эмиратов ! Мурат Озе ! Вот Гитрих Лорке ! Это университет халифы ! Георгий Петра Иоанну ! Международный университет Флориды ! Так ! И здесь очень много интересного ! Вот если посмотреть на английском языке ! То статья ! Ну все понятно ! Все вот здесь ! Вот смотрите ! Нормальный текст ! Все ! Но если вы будете включать перевод ! это все может просто сплестись ! Хочу обратить ваше внимание вот на вот эти циферки ! Это каждая цифра ! Если вы сюда кликните ! Вы попадете на исследование ! Вот 58 ! Где вот видите ! Здесь под номером 58 ! Такое-то исследование ! Такое-то ! Вот потом я вам покажу ! Под номером 40 ! Исследование ! Это как раз таки ! Что касается вот метиленового синего ! И образования амилоидных бляшек ! Итак ! Смотрим ! Вот здесь у нас ! Что из этой статьи ! Очень много интересного ! Вы можете почитать ! Многие кстати думают ! Что слабоумие ! Это где-то там ! У кого-то ! Но к сожалению ! Больше и больше людей поражается этим заболеванием ! Итак ! Вот здесь у нас интересный пункт ! Это метиленовые синие ! И амилоидные бляшки ! Вот я вам сделала перевод ! Чтобы вот не было вот этого ! Видите ! Наезжает здесь текст на текст ! И не очень поймешь ! Что здесь написано ! Итак ! Вот ! Расщепление ! Которое приводит к внеклеточным отложениям фибрил ! Известным как амилоидные бляшки ! Представляет собой сложный процесс ! Включающий растворимые мономеры ! Олигомеры ! И образование фибрил ! Хотя механизмы лежащие в основе олигомеризации ! Это вот олигомеризация ! Это образование амилоидной бляшки ! И образование фибрил ! Это волокна ! До конца не выяснены ! Было показано ! Что метиленовые синие ингибируют ! То есть блокируют олигомеризацию ! Образование бляшки ! Со значением равным 12,4 миллиметра ! В биохимических исследованиях инвитро ! Метиленовые синие ингибирование олигомеризации ! Наблюдалось одновременно с дозозависимых стимулированием фибрил ! То есть сами олигомеры ! Так сказать вот эти амилоидные бляшки ! Они распадались под воздействием метиленового синего ! На волокна фибрилы ! Так ! И вот этот вот 40 ! Там я вам показывала пунктик 40 ! Это вот статья научная ! Вот смотрите ! Метиленовый синий ! Ингибирует ! Как раз таки олигомеризацию ! То есть блокирует образование бляшек ! И способствует фибрил ! Просто образованию волокон ! И вот здесь полностью вы можете почитать ! Это тоже как бы аннотация на статью ! Но эту статью ! Чтобы всю прочитать ! Ее можно просто купить ! А купить ее можно за 40 долларов ! Вот здесь на сайте ! Здесь вы можете порыться и купить эту статью ! Ну и достаточно того ! Что мы понимаем ! Что под воздействием метиленового синего ! Именно происходит распад амилоидных бляшек на волокна ! Так ! Следующая статья ! Опять же она на английском языке ! Ну и вот при переводе мы видим ! Терапия ингибиторами агрегации тау-белка ! Исследовательское исследование фазы 2 ! При болезни Альцгеймера ! Легкой или средней степени тяжести ! Так ! И тоже вот здесь как аннотация ! Получены результаты ! Через 24 недели наблюдалось значительное ! Преимущество лечения в двух независимых популяциях при дозе 138 миллиграмм в день ! Умеренных субъектов по шкале АДАС ! Так ! И двух других клинических шкалах ! У пациентов с умеренной степенью тяжести ! По более чувствительному методу регионального церебрального кровотока ! Эффект лечения 1,97% ! То есть даже при метиленовом синем имеется в виду улучшался ! Это серебральный кровоток ! При продолжении лечения в течение 50 недель улучшение было отмечено по шкале АДАС ! Как у пациентов с легкой , так и со средней степенью тяжести ! Доставка наивысшей дозы была нарушена из-за дозозависимых ограничений растворения и абсорбции ! То есть по поводу доз тут еще идут сомнения ! И большую дозировку они дать не могли , чтобы увидеть при большей дозе как будет работать препарат ! Ну и видите при применении в течение 50 недель отмечалось значительное улучшение у пациентов ! Вот эту статью есть возможность посмотреть более детально ! Изучить и посмотреть ! Вот здесь нужно кликнуть всего лишь получить pdf ! И вам откроется дополнительная страничка ! Только к сожалению это все на английском языке ! И уже здесь не властен , скажем так , автоматический перевод от google chrome ! Поэтому при желании , если вы захотите все прочитать , лучше просто открываете , копируете ! И через google переводчик все можно вставить и посмотреть , почитать ! Вот еще одна статья ! Вот смотрите ! Метиленовый синий модулирует бета секретазу , обращает вспять церебральный амилоидоз ! То есть опять же здесь речь идет о том , что именно олигомеры в виде олигомеры в виде бляшек переходят в состояние фибрил , то есть бешволокон ! И таким образом улучшается состояние при болезни Альцгеймера ! Вот смотрите ! И улучшает когнитивные функции у трансгенных мышей ! Вот это исследование уже на животных ! Так смотрите ! Вот еще одна статья ! Мультимодальная рандомизированная функциональная мартовизуализация эффектов метиленового синего на мозг человека ! И вот смотрите ! Полученные результаты ! Введение метиленового синего увеличивало реакцию двухсторонней коры островка во время задачи психомоторной бдительности и функциональной реакции МРТ во время задачи краткосрочной памяти с участием префронтальной теменной затылочной области коры мозга ! Митиленовый синий также был связан с увеличением правильных ответов на 7% во время восстановления памяти ! В заключении низкие дозы метиленового синего могут повысить функциональную активность МРТ при устойчивом внимании и задачах с краткосрочной памятью ! А также улучшить восстановление памяти ! Это то что касается памяти ! Вот смотрите ! Здесь очень большая статья ! Опять же ! Через google chrome лучше читать ! И с картинками ! И с фотографиями ! МРТ можно посмотреть ! Вот это собственно то что я хотела вам показать ! То есть то что при психических заболеваниях метиленовый синий применяют уже давно ! И он способствует выработке серотонина ! Это известно ! То сейчас видите ! Идутся испытания в области применения метиленового синего при болезни Альцгеймера ! Вот это то новое что как бы мне хотелось вам рассказать о этом препарате ! Ну а на сегодня это все ! Следующий ролик я расскажу вам о применении метиленового синего при онкологических заболеваниях ! Это очень интересная тема ! Также напомню вам что есть телеграм-канал на который я буду загружать те ролики которые есть на ютубе ! И те ролики которые я не могу загрузить на ютуб ! Потому что ютуб просто не любят когда что-то интересное рассказывают о всем известном вирусе ! А при этом вирусе очень хорошо работает именно метиленовый синий ! И опять же этот ролик есть у меня на телеграм канале ! Ну а на сегодня это все ! Желаю всем крепкого крепкого здоровья и долгих долгих лет жизни ! Напоминаем информация на канале дана для ознакомления ! Перед ее применением посоветуйтесь с врачом ! Надеюсь информация была вам интересна и полезна ! Если это так , то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик , чтобы получать уведомления о новых роликах на канале ! Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соц сетях ! Ну а на сегодня это все ! До следующих встреч ! Пока ! Субтитры сделал DimaTorzok